КВ-4 Первое, что хотелось бы сказать, что бронированием прям каким-то имбовым он не отличается. Есть большая маска орудия, которая довольно неплохо танкует. Вот сюда вот куда-то там пробить сложновато, в принципе. Ну, выцелить, пробить. Что касается верхней шапки, да, периодически в неё там прилетает. Есть вот эта вот фигулина, которая, в принципе, я бы не сказал, что сильно бронированная. Короче, машинка, но я бы сказал, не имба брони, но, в принципе, играбельная. То есть, ну, прям совсем хаять её не за что. Что касается того, как я проходил КВ-4. Ребят, я прошёл КВ-4 на базовом двигателе, на базовых гуслях, на базовом... Хотел сказать, на базовой башне. Больше играл на базовой пушке. Ну, а когда уже открыл себе топовую пушечку, то перешёл на неё. По пушкам можете посмотреть характеристики самостоятельно. Кратенько обозначу следующее. 320 единиц урона. Время сведения вообще не меняется, какую бы пушку вы себе не открыли. Даже вот эту 9 уровня, время сведения, вот это унылое, в 7,4, оно с вами останется на всю дорогу, пока не откроете СТ-1. Что же касается урона. Есть пушки, которые дают по 320. Это 9 уровня и базовая пушка. Но разница между ними заключается в том, что здесь выше на целых 60 единиц бронепробитие. И с этим орудием играть, безусловно, было бы гораздо комфортнее. Вопросов нет. Разброс на 100 метров, он как бы становится меньше, но я не могу сказать, что прям существенно. Я, по крайней мере, не вижу здесь существенности. Урон в минуту падает при этом. И время перезарядки увеличивается на секунду с копейками, но на это можно не смотреть. Потому что, в принципе, секунды больше, секунды меньше для этого танка, ну, абсолютно несущественно. Что касается проходных орудий. Проходное орудие 7 уровня представляет собой вот такое, вот вообще что-то непонятно что. Вроде бы на 400 единиц альфы, но всего лишь 160 для 8 уровня практически ничто. Я бы сказал, бронепробитие. Но и все цифры только становятся красными. Короче говоря, разговаривать просто не о чем. И 8 уровня орудия, на котором я, в принципе, в дальнейшем докатывал СТ-1. Оно более приятное. 400 единиц урона на 8 единиц больше бронепробития. Несущественно, но все же. На 2 секунды больше перезарядка, но, в принципе, терпимо. В игре еще нормально терпимо. Ну и разброс на 100 метров увеличивается на 0.10. Ну и разговаривать особо не о чем. А вот урон в минуту уменьшается всего на 26 единиц. Тоже в бою особо-то и не заметите. Короче говоря, топовое орудие из проходных мне нравится гораздо больше, чем базовое. Все остальное, ребят, ну не бросайтесь вы меня, пожалуйста, фекалиями в комментариях. Я не вижу смысла отдавать, грубо говоря, 30 здесь, 15 здесь, 45, 44 плюс 45, грубо говоря, 90 и еще там 15. Короче, 100 косарей опыта отдавать за открытие вот этого всего. Я не видел абсолютно никакого смысла. Я этих 100 косарей опыта, которые заработал, потратил на открытие СТ-1 и, честно говоря, абсолютно об этом не жалел. Я не домазывал свободку, катал танк таким, какой он есть. И сейчас мы выкатим его из ангара и посмотрим, каким он есть на самом деле на данный момент на базовом орудии, а потом закатимся на топовом. Ребят, пока мы запрыгиваем в замес, хочу попросить каждого из вас, кто еще этого не делал. Здесь внизу есть желтый шильдик. Наведите, пожалуйста, на него мышью и вы сможете в один клик подписаться на мой канал. Я вам буду безумно благодарен. Вы действительно вдохнете дополнительного кислорода в мой канал. Без ваших подписок, без ваших лайков, без ваших комментариев моему каналу просто не развиваться и не жить. Именно поэтому я вас очень, очень прошу и буду очень, очень благодарен за подписочку. Что же касается подписки для вас, для вас она не будет стоить ровным счетом ничего. Ноль копеек. Вы ничего не потеряете в виде подписки на мой канал. Приобретете возможность узнавать о выходе новых видео. Надеюсь, они для вас будут интересными, полезными и фановыми. Вы сможете узнавать о выходе новых стримов, которые будут запланированы. Итак, ребятки, возвращаемся на обзор данной машины. И давайте заценивать подвижность. На базовом двигателе, на базовых гуслях едет не имбово, но едет. И мне, честно говоря, хватало. Разворачиваться на месте, да, уныние, мансить быстро у вас не получится. Вы должны быть заблаговременно готовы к тому, что вам надо будет сейчас как-нибудь ромбовать. Но правда жизни, что имеем, то и имеем. Катимся дальше по углам склонения. Вот сейчас встану вот здесь вот как-нибудь немножечко на горочку и попробую выцелить вот этого товарища. Как видите, не хватает. Нам стоит немножечко развернуть наш танчик. Ну и, соответственно, попытаться как-нибудь ромбом откатиться между камнем и горкой. И сразу прилетает к нам в голову. Но заметьте, прилетает в голову без пробития. И это уже приятно. То есть, в принципе, башенка, она играбельная. Но, ребят, самая основная ошибка, которую совершают многие игроки, начиная играть на КВ-4, это то, что они отворачивают голову. Голову на этом танке отворачивать ни в коем случае нельзя. Вот время сведения. И то, что я говорил, что вне зависимости от того, какого уровня орудия вы себе откроете, с этим временем сведения вам придется играть всю дорогу на этом танке. Так, на горочке у нас каким-то образом непонятным залез туда Тортоис. Попытаемся откатиться и забросить. Зверобой сразу уехал, но потому что, в принципе, понимает, что ловить ему нечего. Бросил голдой наугад. Надеюсь, в бочинку Тортоису немножечко дозашло. Но и, честно говоря, как-то не сильно меня прет идея вылазить, но особого выбора-то у меня нет. Поэтому попытаюсь покатиться вперед. Ехать буду сначала вот так, для того, чтобы уменьшить вероятность того, что нас пробьют. Точность орудия на дальних расстояниях. Ну вот сведение вот это вот, которое началось, я не знаю, через сколько секунд после того как, но, я бы сказал, просто ужасно. Вот прям совсем ужасно. И это просто огромнейший минус этого танка. Я не могу сказать, что если бы разработчики наделили его лучшим временем сведения, то этот танчик прям имбовал бы в бою. Да нифига бы он в бою не имбовал, но, по крайней мере, у вас бы не останавливалось сердце каждый раз, когда вам необходимо выцелить кого-то на дальнем расстоянии, еще и найти какое-то мягкое место на этом танке. Ради интереса кину наугад. Понимаю, что там его уже явно нет, куда-то откатился, но выбора другого нет. КВ-2, стой дальше. А куда мне ехать? Вот мне просто интересно. Стой дальше. Ехать раздамаживаться с Тор Тойсом, с учетом того, что сейчас в бок получил от зверобоя? Ну ладно, окей, хорошо. Вроде бы как бы я постоял здесь, линию продержал. Честно говоря, не совсем понимаю, за что сейчас на меня хотят шуметь. Так, ну вот сведение. Возвращаемся к нему, стоим, сводимся. За это время два раза уже получаем. Один раз с пробития, три раза получаем. И нифига не попадаем, ну не попадаем в шапку Тор Тойсу. Сейчас отъеду назад. Бок с ним с боем. Давайте посмотрим, куда пробивают. Пробивают вот сюда вот в верхнюю шапку. Заметьте, вот как я сейчас пытался Тор Тойса выцеливать, так же выцеливает и он меня. Это то, о чем я говорил. Что вот этот, уж простите, пиптык, торчащий сверху на башне, он реально все портит. Что же касается вот точности. Ну вот я бью, вроде бы бью в зеленое и не пробиваю. Как так? Ну да, не зеленое, серое. Окей. В серое бью, не пробиваю. Не совсем понимаю, как так. Перейду ради интереса на голду. Попытаюсь кинуть голдовым снарядом. Хотя, ну вот, короче говоря, вот так вот и получилось. В общем, ребят, на базовом орудии танчик не блещет. Он не блещет, потому что у него не хватает бронепробития. И второе, почему он не блещет, это потому что у него просто капец как не хватает сведения. Вот если бы сведение у него было, блин, ну хорошо, ну пускай они в два раза быстрее, но хотя бы на одну треть быстрее. Но мне кажется, это было бы там, ну хоть как-то играбельно в бою. А также этот танчик превращается в такого полумальчика для битья, когда вы пытаетесь сводиться. А сводиться не будешь, но тогда снаряды полетят вообще в неизвестные дали, но и в принципе долго их там искали. Итак, ребят, 1230 единиц урона в этом бою. За что меня там пытались как-то немножко потюкать, не совсем понимаю. Да, я понимаю, что я не результативный игрок по урону, но я держал направление. Я откидывал в тортойца как мог, я откидывал в зверобоя как мог. Но, короче говоря, сделал все, что получилось. Сейчас мы поставим с вами то орудие, на котором я выкатывал СТ-1, как только у меня получилось его открыть. Я, безусловно, сразу добавлю себе голды просто вот так от балды. И закидываемся в катку, смотрим, что мы сможем делать с этим орудием. Напомню, ребят, еще раз, что время сведения нифига не изменится. Вот какую бы пушку из четырех вы не поставили, вот это страдальческое ваше ожидание того, когда пушка сведется, оно будет вас преследовать. Так, забрасываемся, забрасываемся с восьмерками. Хорошо, что нет девяток, это уже радует. Пытаемся понять, куда кто едет. Ну, кто в лес, кто под рова, ладно. Как я уже говорил, подвижности у танчика не хватает. Я не спорю, возможно, это связано с отсутствием топового двигателя и топовых гусль, но мне почему-то вспоминается история того, как я открыл на КВ-3 ради обзора топовые гусли, топовый двигатель. И прям вот совсем разницы я не увидел. Поэтому здесь тратить свободку на то, чтобы открыть топовые гусли, просто чтобы их заценить ровно, как и топовый движок. Но я лучше эту свободку, честно говоря, дамажу до какого-нибудь танчика, который захочу побыстрее открыть. Ну и таким образом, по-моему, свободку чутка получше реализую. Итак, стоит мне, наверное, все-таки немножечко спетлять, потому что против двух этих товарищей танковать особо мне не хочется, а мои союзники находятся в хвосте и почему-то не сильно имеют желание ко мне подтягиваться, продавливать направление. Возможно, они правы, спорить не буду. Я же попытаюсь немножечко подъехать поближе, ну и куда-нибудь позабрасывать. Но ни на голде, ни на базовом снаряде Т-32 в башню я не пробью. Как я уже говорил, бронепробитие у данного танчика оставляет желать лучшего. И, честно говоря, этого лучшего хотелось бы как можно больше. Так. Дурацкая такая немножко получилась ситуация. Приехал я и, как бы, мои все там. Спасибо им большое. Вообще никакой помощи. Ну, хоть как-то отбросил уже неплохо. Башенка, как я уже говорил, она играбельная по бронированию. К ней вопросов нет. Но только ставить ее нужно исключительно прямо. Как только ты начинаешь уводить ее, тебе сразу пробивают в бок башни. Куда сейчас залетела, я, честно говоря, вообще не понял. Потом заценим, когда будет, скорее всего, наша дохлая туша красоваться на просторах данной карты. Ладно, поеду я, наверное, в размен на Т-32. Потому что, честно говоря, стоялого вот это вот мне вообще не нравится. Маловато, но зато однозначно с пробитием. Так, не будем отвлекаться от того, с чего мы начали. Я надеюсь, что хотя бы Т-32 получится забрать. И этим я сделаю хоть какой-то вклад в результаты данного боя. Ну, давай, рискни здоровьем. Не хочешь, да? Окей. Я думаю, что выбора у меня особо большого нет. Придется как-то вот так вот повезло мне. Предугадал, куда поедет. Победа, ребята. Ну, и давайте теперь посмотрим на результаты боя. Жаль, только не получилось посмотреть, куда конкретно в башню нас сейчас пробили. Ну, а я думаю, что, в принципе, несущественно. 1024 единицы урона. Два фрага. В принципе, правильно сделал, что поехал лоб в лоб. Серебро смотреть не будем. Нам там медальку дали. Но даже с учетом той медальки, с учетом того, что я стрелял голдой, а по-другому не получалось, я ушел в минус. Занял третье место по урону в данном бою. Итак, ребят, давайте будем суммировать. Танчик, по моему скромному и субъективному мнению, унылый. Он безумно унылый. В первую очередь из-за времени сведения. Бронирование башни довольно неплохое, если не считать вот этой вот комбашенки. Что касается бронирования корпуса, в зависимости от того, как, безусловно, повернешься, оно в основном пробивает и пробивает довольно неплохо. Хотя, в целом, танчик броней обладает. Не имбовой, но она есть и, в принципе, перезаряжаться. Если вам есть где, там, хотя бы что-то из своей туши спрятать. Ну, соответственно, будет не настолько сложно, как могло бы быть. Вот такой вот он КВ-4. Вот так он будет вести вас к СТ-1. И поверьте мне, когда вы его пройдете и СТ-1 откроете, а дальше откроете ИСа-4, вы почувствуете, что, в принципе, КВ-4 это действительно просто проходной танчик. И не более того. Возможно, у кого-то в ангаре он стоит, и кто-то на нем даже умудряется фаниться. Если такие есть, напишите в комментариях, в чем конкретно для вас заключается фан и хоть какая-нибудь имбовость данной машинки на восьмом уровне. Я вам буду безумно благодарен, а также вам будут благодарны те, кто будут смотреть это видео, для того, чтобы понимать, насколько сложно будет пройти к ИСу-4 через КВ-4. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал по желтому шильдику, я буду вам безумно благодарен. Возвращайтесь на канал, смотрите новые видео. Я всегда буду вам рад, ну и всегда буду пытаться делать качественный и веселый контент. Всех благ, всего хорошего. Мира вам и спокойствия.